Всем привет, это Радиус и мы продолжаем нашу космическую Одиссею в игре X-3 Рассвет Альбиона с модом врага государств. И нас атакуют хаки. У меня тут пришла некоторая идея, как нам защититься от этих хаков. У нас есть две лазерных башни, по-моему, на штаб-квартире. Есть две лазерные башни, мы еще докупим три. Где, где атаковано? Ну, привязались же к нашей караке эти хаки. Ну, карака их разбросает сейчас, я надеюсь. У нее команды турелем назначены, да. Караку сразу отправим. Так, какая у нее скорость? 76 метров в секунду. Стыковаться на штаб-квартиру отправим. Стыковка разрешена. Команда принята. И нашему мамонту, который пристыкован к штаб-квартире, по-моему, следовать за каракой. Караку будем чинить. Точнее, не следовать даже, а ремонтировать корабль. Команда принята. Так, сейчас посмотрим, какие требуются для ремонта материалы. Батареи есть, растарное масло, кремниевые пластины немножко. Всего помаленьку. Всего помаленьку, чего нет на мамонте. Сейчас посмотрим. Пусть мамонт следует за каракой, чтобы быстрее все это происходило. Команда принята. А, нет, нет. Нельзя его следовать. Надо со штаб-квартиры все забрать. Стыковка разрешена. Команда принята. Так, со штаб-квартиры нужно все забрать. Все материалы для ремонта. Квантовые трубки. По 100. По 100 сейчас все загрузим. Компьютерные детали, кремниевые пластины, кристаллы, микросхемы. Что там еще нужно? Растарное масло. Руда на мамонте есть. Телодианей нужен. А, телодиане есть. Телодиане лучше сгрузить и загрузить немножко на мамонт. Это остатки, которые мы забирали. Так, сейчас хватит. Специально ремонтировать корабль. Карака. Ох. Растарное масло, кремниевые пластины. А, нет, это старое сообщение. Так, ерунда какая-то. Специальное. Начать ремонт. Так, не ремонтируют. Специально ремонтировать корабль. Блин, там еще один. Карака. Начать ремонт. Все следует за нашей каракой. Карака сейчас разобьет этот кластер. Я надеюсь, она не умрет. А мы пошлем наш весенний цветок. Тоже на штаб-квартире находится. Батарея не заправлена. Может, что лишнее лежит в нем? Нет, ничего лишнего. Торговая быстрая закупка товара. Техника. Лазерная башня. Еще три просьба купит. Мы поставим прыжковый маяк и окружим его лазерными башнями. Кроме того, мне пришла идея использовать наш фрегат захвата. У нас все-таки это мощный фрегат, авианосец. Набить его ангар до конца дронами и отправить защищать наш прыжковый маяк. Сейчас докупим еще дронов до полного ангара. Осносить фрегат дронами до полного ангара. Так, отлично. Дроны докуплены. И теперь отдадим команду Боевые. Защищать позицию. Пусть позицию штаб-квартиры защищает где-нибудь здесь. А всем нашим дронам-перехватчикам, во-первых, мы включим их в звено. Так, для этого воспользуемся управлением звена. Консолью управления звена. Так, мои звенья. Вот, включим в зеленое звено. Так, нажму на паузу пока, чтобы... Так, все дроны-перехватчики я включил в зеленое звено. Сейчас проведем настройку звена. Базой приписки назначим. Так, конечно же, не ксенонский сектор, а наш фрегат захвата. Так, где он у нас? Защищать позицию. И базу приписки звена. Назначим фрегат захвата. Установить базу приписки всех кораблей базы звена. Так, турели у нас нет. Автопрыжок нет. Ну и все, больше, похоже, не требуется никаких настроек. Хак, ксенон чужой. По-моему, больше не требуется. И отдадим команду звену боевые. Защищать от истребителей. Да, защищать от истребителей. Собственно, вот наш фрегат захвата. Зеленое звено. Команда принята. Теперь, зеленое звено. Все наши дроны-перехватчики будут защищать наш фрегат захвата. При появлении... О! Боевые. Атаковать. Хакский кластер, пусть и такое-то, он же подбирается. Команда принята. Сообщение. Так, события развиваются прямо в такой скорости. Во-первых, наш весенний цветок закупил лазерные башни. Во-вторых, начался ремонт Караки. И в-третьих, к Караке или к Мамонту подходит Хакский кластер. А, всего лишь Хакский истребитель. Лишь бы он наших ремонтников сейчас не убил. Хакский истребитель. Боевые. Да, атакует Хакский истребитель. Я надеюсь, он не наших астронавтов уничтожает. Ремонтников. Так, ну, Пантера сейчас с ним разберется, конечно. Карака занята ремонтом. Мамонт ремонтирует. А истребитель чего-то делает непонятно что. Да, все. Я отправил наш фрегат захвата атаковать Хакский истребитель. А нашему зеленому звену, всем нашим дронным перехватчикам, скомандовал команду звена защищать от истребителей. И теперь, если в радиусе 20 километрах от нашего фрегата захвата появляются враги, какие-то вражеские истребители, наши дроны вылетают и уничтожают эти истребители. Вот, и наш фрегат захвата, вот, зеленое звено среагировало на присутствие истребителя в радиусе 20 километрах, и два наших перехватчика были отправлены на уничтожение. Все, собственно, уничтожено. Хакский истребитель, кто его уничтожил, непонятно, но да ладно. Лазерные башни закуплены, поэтому отправляем весенний цветок. Хватит ли у него батареи, да, стыковаться. Промазал. С нашей штаб-квартирой. Так что вот карака долго чинится, подозрительно. Она хоть чинится? В последнее время хорошие отношения между пиратскими кланами привели к сотрудничеству в создании необычного легкого века. Что у нее корпус не прибывает? У меня такое ощущение, что она не чинится. Она куда-то полетела, куда-то полетела. А-а-а, господи. Следовать. Мамонта принято. А Мамонту оставаться на месте. Она убегает от наших ремонтников. Ремонтники за ней полетели. Я совсем забыл, что караку-то нужно остановить. Вот это глупость вообще просто. Тороплюсь. Хотел, чтобы эти корабля шли навстречу друг другу. Карака и Мамонт. В результате карака летела на штаб-квартиру, а Мамонт следовал за ней. Выпустил ремонтников. Карака продолжила свои исследования. И ремонтники за ней гонятся. Да. Жесть, конечно. Так, ну все. Звено сделало свою работу. Зачистило истребителей в радиусе 20 километрах от нашего фрегата. И теперь садится на него. С командой защищать от истребителей. Фрегату захвата снова отдадим команду. Может быть патрулировать сектор? Хотя он может улететь далеко от штаб-квартиры. Нет. Пусть защищает... Пусть защищает позицию. Недалеко от нашей штаб-квартиры. Где-нибудь здесь. А вот эту бригантину я вообще хочу продать. Совершенно бесполезный корабль. Еле движется. Еле движется. И ничего не может сделать. То есть для наших текущих задач защиты от хаакских кластеров. Он совершенно бесполезен. И мне кажется, был бы более полезен какой-нибудь еще один фрегат авианосный. В качестве группы быстрого реагирования. Та же пантера, допустим. Лучше продать эту бригантину и купить сплитскую пантеру. Также оснастить ее истребителями, хорошим оружием. И включить ее в звено быстрого реагирования. Поэтому бригантину отправляем нафиг на верфь. Вообще, наверное, на нашу верфь мародер отправим. Да и продадим там. Прыгнуть в сектор. Свет надежды. Сюда. Батарея у нее есть? Да, чуть-чуть есть. Стоп, 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 стоп. Я же хотел с бригантины снять еще вооружение. Вооружение нам пригодится. Те же зажигательные бомбометы. На пантеру понадобится зенитный лазерный комплекс. Обязательно нужно снять с нее. Что еще можно снять? Ударные импульсные генераторы и фотонки. Гауссовые пушки тоже. Надо еще купить боеприпасы гауссовой пушки. Так, все, карака. Команда принята. Наконец-то долетела. Сейчас к ней ремонтики подлетят, наконец. Наконец подлетят ремонтники. Еще хотелось бы успеть помочь яки. Яки нас просили, точнее не нас вообще, они бросили клич. Бросили клич в буря Крокока. Мы слетали туда, кстати. Там целый флот хаакских кораблей, в том числе и крупных. Очень бы хотелось им помочь. Во-первых, подзаработать денег за каждый убитый корабль яки будут нам платить. Причем достаточно хорошую сумму. Во-вторых. Ну и исправить репутацию яки. Сколько у нас там? У яки минус два. Мы легко можем в плюс репутацию отправить уже. Вообще мы находимся в ксенонском секторе. Черт, здесь я помню была хорошая ракета, огненная буря, и она пропала уже. Может быть Тайфун хотя бы подобрать вот этот вот. Тайфун неплохая ракета. А Торнадо это ракета без наведения. Ну она рядом лежит, может тоже подобрать, попробовать. Что это за Торнадо такое? Ни разу не пускал эти ракеты. И не знаю, успеем ли мы помочь яке. Сейчас нужно каракулу отремонтировать для этого. А ремонт все еще не идет. То есть не добрались еще наши астронавты до Караки. Какую глупость я сделал, конечно. Так, Тайфун подобрали. Как-нибудь в бою попробуем ракету Торнадо. Что она из себя представляет? Автопилот включен. Так. Бригантина стыкуется штаб-квартирой. Пантера наша защищает, охраняет позицию. Карака чинится или нет, в конце концов? Корпус не прибавляется, значит она еще не чинится. Хотя ремонтники уже прилетели. Перезапустить что ли? Команду? А нет, все, начинает чиниться, отлично. Сейчас быстро должна починиться. Ууу, как быстро. Ремонтников у нас много. Возможно даже успеем помочь якам. Отлично. Я еще хочу поставить на свой гепард, наверное успеем, хотя нет, в сектор. На турбоускоритель МК-1. Куда-нибудь в сплитский сектор прыгнуть за турбоускорителем. Где здесь док оборудование у них есть? По-моему, вот здесь в семье Ню. В верфи док оборудования был, да. Прыжковый двигатель, заряд ракета, а сам установлено. Так, куда ближе, на верфь ближе. Сплитская верфь. В доке оборудования есть? Турбоускоритель? Да, есть. Что там у нас с Каракой? Карака полностью починена. Просто замечательно. Просто замечательно. Сейчас у нас отчитается Мамонт, что окончил ремонт. Соберет всех астронавтов. Я надеюсь. Так, пока поставим турбоускоритель. Модернизация кораблей. Турбоускоритель МК-1. Еще 2 миллиона потратили, но ничего страшного. Так, ну что там, ремонт будет заканчиваться или нет? Мамонт, чем занимается? Мамонт, тяжелый транспортный корабль. Команда оставаться на месте, действия нет. Не понял. Почему он не собрал всю нашу команду? Так, у меня есть такое подозрение, что... Вот это жесть, конечно. Вот это жесть. И как сейчас нам собирать эту команду? 100 человек. Мамонта, видимо, отвлек хакский кластер. Он начал выполнять команду защитой и сбился текущую команду по ремонту. И не собирается подбирать наши грузовые дроны. Так, вот еще одна проблема. Дурацкая совершенно. Если ему отдать команду, еще чего-нибудь починить? Специальные. Ага, команда недоступна, потому что ни грузовых дронов, ни астронавтов нет. Ну что ж, придется собирать их вручную. Ладно, это я потом сам сделаю. Ну, дурацкая проблема. Не на запись потом все это сделаю. Соберу всю эту команду. Сейчас пересяду на Караку. Где у нас Карака? Навигация. Следовать за мной. Пусть сюда летит. Так, мы пока тут ускоримся чуть-чуть. Чтобы не затягивать все это дело. А, кстати, грузовым дроном можно, наверное, дать команду стыковаться. Дополнительно сменить корабль. Дополнительно обмен грузом. Эй! Гепард уже улетел прям. А есть батареи у нас? Сколько-то есть, но все равно. Нужно заправиться, следовать за мной. Всем грузовым дронам нужно отдать команду стыковаться с Мамонтом. Да, жесть, конечно. Ладно, это я сделаю потом. Сейчас некогда. Некогда, некогда. Ну, ты будешь, гепард, 7 километров, 6. 5 на 4,5, когда приблизится. Оставаться на месте. Дополнительно обмен грузом. Батареи прям, ну, все возьму. Все у него возьму. Гепард. Стыковаться со штаб-квартирой. Стыковка разрешена. Команда принята. А может так получится? Грузовой дрон. Навига... Нет. Всем моим кораблям в секторе. Боевым дроном нет. Корабли М6, М5, М4, М3. Да, как бы быстро состыковать хотя бы дроны грузовые. Может так получится? Стыковаться с Мамонтом. Мамонтом. Гепард. Стыковаться с штаб-квартира. Какие корабли еще тут есть? Фрегат захвата. Нет команд. Боевые. Защищать позицию. Ох, Пантера сильно ниже штаб-квартиры. Боевые. Защищать позицию. Нужно ее в нужную позицию отправить. Поближе к штабу. Так. Кажется, все. Грузовые дроны... Сопровождать ваш карако. Зачем они сопровождают карако? Грузовой дрон. Они все за мной летят? Зачем? Грузовой дрон. Всем моим кораблям в секторе. Все-таки не сработала команда, что ли, получается? Ох, если они все за мной полетят, это будет жесть, конечно. Стыковаться с Мамонт. Ладно, я сейчас на запись всех их отправлю командой стыковаться. Ух, ну все. Кажется, я собрал всех астронавтов. Было забавно их собирать. Каракой собрал всех астронавтов. Они, все 83 наших астронавта, ремонтника, все одной кучкой собрались в одной точке. То есть, такой шарик из астронавтов. Так забавно это было. Конечно, можно было это записать. Довольно быстро я подобрал этот шарик из наших ремонтников. И всем грузовым дронам скомандовал стыковаться к Мамонту. Так что здесь все в порядке. И, наконец, мы можем лететь в сектор Кьяки. Но сначала нужно подобрать батареи. Я же заправился батареями. И для того, чтобы собрать всех астронавтов, выкинул все батареи. Удастся, может, нам подобрать все, что я выкинул. Так, у нас в трюме, да, всех пассажиров, астронавтов я передал на Мамонт. За нами больше никакой дрон не увязался. Нет, какой-то все-таки увязался. Сопровождать ваш караку одному дрону забыл приказ стыковаться. Так, ну все. Сейчас главное записаться, сохраниться. Летим, наконец, к Яке в бурю Акракока спасать их от хааков. Если там уже... Уже их... Они сами себя не спасли. Да, никто никого не спас. Некому здесь спасать. Турелям атаковать мою цель. Остальные турели сбивают ракеты. Ох, у нас противоракетной системы нет. Вот это жесть. Ну ладно, будем надеяться на наши турели. Проверим на всякий случай приоритеты команды турели. Атаковать мою цель. Да, ракетная защита есть. Будем надеяться на наши турели. И начать с минца. Но вот у эсминца тоже же лазеры. Там кионные лазеры. Третьей модификации. Ну что ж, посоревнуемся, у кого лазеры мощнее. Мы намного слабее этого корабля. Наш фрегат Карака. У него... Конечно опасен. 10 гигаджоли щитов. Это ужас просто. Корпус раза в 4. Больше нашего. Так, сначала с корвета начнем. Корвет уничтожим. Так, этот в 14 километрах, этот в 9. Это еще один корвет. И по-моему он летит на нас, этот корвет. Нет, не на нас. Ну куда-то непонятно куда. Так, а кстати авианосца уже нет. То есть силы хорошо прорежены. Хаков. И для нас лакомая добыча это эсминец. За него дадут, по-моему, достаточно большое количество денег. Здесь мы чисто ради заработка. Все. Наводим лазеры. Так, он нас заметил или нет? Разворачивается? Непонятно разворачивается или нет. Главное следить за эсминцем. Нет, корвет, кажется, нас не заметил. Придется... Ох, а эсминец заметил. И уже стреляет ракетами. Вот это да. Тут еще этот астероид огромный. Может помешать нашим турелям. Летим вниз от астероидов. Так, ракеты сбили. А вот эсминец... Ладно, эсминец нас заметил и летит на нас прямым курсом. Посмотрим. Но, по-моему, мы сейчас умрем. По-моему, лазеры эсминца тоже очень дальнебойные. Нисколько не хуже наших. Так, включим заднюю скорость. А хотя он еще не подлетел. Чего включать-то заднюю скорость? Так, главное от астероиды вниз уйти. От этого. И подставляем этот эсминец под наши турели. Сейчас он приблизится на 5 километров. Да, когда он приблизится на 5 километров, он начнет атаковать своими лазерами. И нам, мне кажется, мало не покажется. Так, он уже атакует. Вот зараза. А наши лазеры еще не достают. Может, поманеврировать надо? Поманеврируем. О, нас двое атакуют. Ох, сейчас нам не сладко придется. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это вот от этого гада, может быть, удастся быстренько уничтожить. Давай-то умираю же, корвет чертов. Что-то наши лазеры как-то подводят. Обычный корвет, они, наверное, не попадают, он слишком далеко. Да нет, он уже близко. Да уничтожьте. О-о-о-о-о, кажется, мы умираем. У нас вообще лазеры работают или нет? То, что этот корвет, чертов. У нас уже эсминец на подлете. Ну, наконец-то. Ох, все, по-моему, нам вообще пипец. Нам капец, пипец. Все, у-у-у-у, у-у-у. Есть. Ну что ж, хорошо, что я записался перед тем, как лететь в этот сектор. Вот так, ребята, вот так и бывает, когда неверно оцениваешь свои силы. Я не знаю, конечно, как бороться с этими хаками, только ракетными фрегатами, но ракеты пока жаль. Слишком жаль, поэтому... Поэтому пока оставим эту затею. Ну, на этом я пока закончу на этой грустной ноте и продолжим уже наши приключения в следующей серии. Всем пока. С вами был Радиус.